Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в гостях человек, чьи таланты так быстро и не перечислишь. Но я его узнал как консультант, наставник по вопросам развития личности, организации и проектов. Сегодня у нас в гостях Геннадий Дюжак. Здравствуйте, Геннадий! Геннадий, какая деятельность доставляет вам больше всего удовольствия из широкого спектра ваших занятий? Это очень простой и сложный вопрос одновременно, потому что основная деятельность для меня это то, что несет радость сердцу и способствует раскрытию высшего творческого потенциала каждого человека либо организации. И поэтому приходится, чтобы способствовать этой миссии в воплощению, так сказать, на земле, осваивать различные новые специальности, подспециальности, направление деятельности. Вот, поэтому это связана и работа с детьми или подрастающим поколением, и работа со здоровлением. Это мне очень приносит большую самому радость, потому что когда человек получает какие-то советы или помощь, не обязательно от меня, я знаю просто целый ряд очень хороших, качественных специалистов, к которым можно обратиться, которых можно проконсультироваться даже с помощью интернет на расстоянии. Спасибо большое, интернет, что существует. И люди, гранд-мастера, так сказать, мирового уровня, когда отвечают, это тоже приятно. И люди воплощают, скажем, у тех, у кого проблемы со здоровьем, эти советы. То есть реально очень эффективно, очень помогают и нормализуются и духовная, и социальная жизнь человека, и работа часто восстанавливается. То есть я от этого испытываю очень большую радость. Вот. Люблю заниматься непосредственно физическими тренировками, там, в стиле кабудо, джиу-джитсу. Нравится мне бизнес-консалтинг. То же самое. Человек выходит, творчески пробиться в экономике, в нынешних реалиях, там, даже в условиях Украины трудно. Хорошие советы вовремя, на основе мирового опыта, который благодаря своей профессиональной деятельности удалось познакомиться тоже с таким опытом. Все это работает, на самом деле, и в Украине в том числе. Просто надо адаптировать, правильно, как бы, применить в этом задача, как бы, помощь консультанта свою, я вижу. И люди развиваются, бизнес-организации или политические некоторые структуры. Ну, я бы сказал, такие громадские проекты. То есть я активно участник различных форумов, общественных организаций, связанных там с воспитанием молодого поколения, с развитием каких-то национальных, здоровых идей, я подчеркну, я стараюсь, избегая каких-то там крайне политических или крайне радикалистских каких-то там движений. Считаю, что все-таки истина в срединности пути, то есть в поиске этого баланса. Вот. Это тоже приносит очень мне большую радость, потому что вижу, что организации развиваются. Я помогаю зачинать или поддерживаю развитие каких-то процессов, даю какие-то советы, рекомендации, юридические, может быть, даже где-то, вот, практичные такие. Люди тоже преуспевают в своей стезе. А вообще, какие основные цели должны быть у человека? Какая конечная цель человеческой жизни? К чему вот, вы считаете, должен стремиться человек? Ну, здесь однозначно ответить трудно. Я бы посоветовал этот вопрос человеку периодически задавать себе очень, ну, глубоко и регулярно. То есть, в чем смысл моей жизни? Или для чего я здесь живу? Или какая глобальная цель этой жизни? К сожалению, большинство людей, с которыми я общаюсь, не задаются таким вопросом. Вот. Они живут сегодняшним днем или как? Ну, не живут, вот, в том-то деле, даже сегодняшним днем не живут. Поэтому, вот, познакомившись с различными, там, в том числе, духовными течениями и учениями, пропитавшись в каком-то смысле, вот, мне симпатизирует, там, дзен-буддизм, то есть, подход здесь и сейчас, вот, по крайней мере. Да. Я вижу воплощение это в японской экономике, там, ну, не только, там, сейчас. И США тоже воплотило. То есть, люди не живут здесь и сейчас. Почему? Потому что они постоянно что-то придумывают, и поэтому, ну, иллюзорно, нереалистично. А почему? Потому что они не познали своей собственной природы, они не узнали, кто я, не задались этим вопросом. Ну, кто я, где я и куда я двигаюсь. И поэтому часто претензии превышают, ну, реальную ресурсную базу. То есть, чересчур развито возникает, как бы, самомнение, которое мешает достижению, ну, эффекта и эффективности, если говорить экономическим языком. Вот, поэтому глобальную цель, какая глобальная цель в жизни, человек желательно, чтобы ставил для себя. Но, поскольку психотипажи очень разные людей, культурные аспекты разные, генетические разные, то здесь и цели могут быть разные. Как цели, пути достижения, естественно, разные, и самовыражение разное. И это нормально. Главное, все равно, ставить глобальную цель. Регулярно и помнить о ней. Поэтому к концу человеческой жизни нет однозначного ответа. Кто-то вернется на планету, если кто-то там с реинкарнацией вопросы связан. Кто-то попадет в Царствие Божие, кто-то в Царствие Божие уже здесь найдет, в своей душе, как сказано там в Евангелии или в Коране. Это вопрос уже конфессиональный. Но в любом случае, как бы человек ни двигался, каким бы духовным путем, на мой взгляд, необходима максимальная творческая реализация. Вот приведу здесь для сравнения. Старославянский такой подход. Делать, что должно, и будь, что будет. Ну, полагаюсь, на волю так сказать Всевышнего. Но делать должно, то есть с себя начни. Высокие стандарты, требования к себе вначале. Сократ точно так же говорил. Начни с себя. Словно, древнегреческое. Посмотрим принцип каратэ-киокушин. Ну, они взяли из классической философии Будду. Делай максимально хорошо. Как можешь. Ну, смотрите, по сути, одно и то же. Разные философские или психофизические системы, географические. Но люди говорят об одном. Вот поэтому надо стараться делать максимально хорошо из возможного. Вы вот сказали о переоценке, о завышенных запросах. Я встречал бизнес-тренеров, которые говорили именно, что ты крут, ты могуч, ты там гоняешь, стоит туч. А в то же время именно эти люди как-то оставались на месте. Наоборот, какая-то вот духовная, часто какие-то истины говорят, что наоборот, пойми, что ты пока ничего из себя не представляешь. Вот с какой позиции именно лучше всего стартовать именно человеку? Стартовать все-таки надо с вопроса, кто я. Независимо, будет он заниматься бизнесом или нет. Бизнес-тренеры разные, надо смотреть на тип сознания. У каждого, как говорится, пастора своя паства. Кто-то призван демонов учить. Понимаете? Для того, чтобы они стали на цепочку эволюционную чуть-чуть выше. Но если просто есть подход такой тренерский, для чего раскрутить люди подавленные, внушить им идею, что ты могучий и так далее. Но это краткосрочно. Это, если говорить языком психофизиологии, попытаться, еще если это через игру пропустить, то это допавиновые или дофаминовые наркоманы, их так называют. Человек подсаживается на внутреннюю гормоналику, ему потом все время хочется, ну или адреналин, ему хочется все время, грубо, ощущения, хлеба и зрелищ. А поскольку на краткосрочном это как-то хорошо подъем, а бизнес предполагает, если серьезный бизнес, это просто уметь считать. Есть такая хорошая... И второй момент в бизнесе, на своих бизнес-тренингах говорю, что мне нравится английская пословица, to manage is to for C. То есть управлять значит предвидеть. То есть любой бизнес, даже маленький, большой, средний, страна, транснациональные какие-то компании требуют управления. Но управление это предвидеть, предвосхитить движение, ну рынка, клиента, предугадать интересы клиента. А для этого надо уметь слышать. А для этого как раз надо сойти с позиции самовеличия. Если тренер будет раскачивать только самовеличие, сам я-я-я, я центр поп-земли, ну это или психическим расстройством кончится, или все равно те же претензии разрастутся. А санскрита, слово претензия, слово, если интересно, преты, это класс существ, такие вечно голодные духи. Они могут разрастись очень большими. Ну у них там маленькое горло иногда их рисуют. Ну в общем сколько в них не вливаем, все мало-мало. Аналог в славянской культуре это упыри. Да-да-да. Пишачи еще есть на Востоке. Да, есть и пишачи. Ну это уже для узких таких специалистов. Вот. Поэтому человека будет тогда или психическая расстройство, или непомерные претензии, которые приведут к конфликту. В семье может быть. Человек может даже чуть-чуть и преуспеть. Ну человек или это может быть даже не человек, может стать уже существом. Потому что любой тренер является проводником тех или иных, ну тренер, наставник, если он затрагивает психическую, психомоторику. А тренера, если бизнесового, они обязательно затрагивают. Это не просто выхолощенные знания, там, высшей математики, или каких-то основ бизнеса, да, или основ бухучета. Там психика не особо задействована. Но если это серьезный тренер, естественно, он должен работать на каком-то эгрегориальной основе. И человек может просто, ну тренер, являясь проводником некой силы, может просто заразить других людей, сделав их кормушкой для других более тонких структур. И они становятся так, ну подручными этих упырей, через них начинается высасывание или энерговампиризм, условно говоря, так, других структур или систем. Насколько буддизм вам помогает в этом? Ну, в представлении современного человека, буддизм — это ты должен уйти в пещеру или там по дереву, успокоить ум и погрузиться в медитацию. Ну, то есть, по сути дела, ничего не делать. А вот вы активный, успешный человек. Ну, это, так сказать, ранние школы буддизма, или так называемые школы ранней мудрости, которые предполагали, да, в тогдашней Индии, вот такие, как бы, ну, момент необходимости, как бы, отстраниться от бурных событий социума. Но по мере развития, и не столько даже самого буддизма, потому что Будда давал разные типы учений, в одной фразе Будды сказано вот о своем сутре, тысячи смыслов или мириады смыслов, и каждый будет воспринимать в силу развития своего сознания. Ну, и уровней восприятия. Поэтому называется это упая, некие уловки, искусственные методы. И об этом Будда все время подчеркнул, что все учения — это искусственные методы. Каждому нужно подобрать, а еще лучше — научить человека самому понимать эти методы и выстраивать под конкретную ситуацию. Вот, по мере взросления, так сказать, человечества после очередного поворота к Алисадхармы, потому что, когда мы говорим о буддизме, мы все, большинство людей подразумевают историческое будущее к емунии. Но это уже седьмой Будда планетарный на планете Земля. То есть до него были эпохи между Буддами колоссальные. То есть исторические аспекты немножко другие буддизм рассматривали, чем принято современной наукой. Хотя экстрасовременная наука подходит к тому, что участие существует не несколько десятков, а миллионы лет древнее динозавров, то есть были контакты с другими цивилизациями и так далее. Но это как-то пока проходит так, немножко как бы эзотерически, хотя есть куча артефактов, подтверждающих, ну, мягко говоря, не заезженную ортодоксальную теорию развития постдарвинизма, скажем так. Поэтому современный буддизм, который потом пошел после поворота к Алисадхармы уже Нагарджуной, учение о пустотности, что Нагарджуна был достаточно тоже преуспевающим, долго жил и был, ну, лекарем, так сказать, оздоровительной практики давал. Но даже при самобуде Шакимуни у него был такой персонаж Вималакирти, один из его ближайших учеников, который, собственно, и спонсировал сам. Но у него уровень мудрости был выше практически всех, там единицы могли, там, может быть, сравниться. И в Вималакирти Нидеша Сутри, то есть есть история там, когда буду отправлять, говорит, ну, пойдите, проверьте уровень. Вималакирти все время в бизнесе, на собрание коллективное редко приходит, проверьте, как он спрогрессировал или нет. И там по очереди ученики ходят, спрашивают вопросы, в Вималакирти так нестандартно отвечают, что они растерянные, в непонимании, и уходят, никто не может. И только сын царь Адхармы, Манджушри, то есть который получил печать от сердца к сердцу, называется это в буддизме, только пришел, только он понял ответ Вималакирти, пришел и поклонился, я сказал, будет, да, Вималакирти уже там, занимаясь абсолютно мирской деятельностью. Поэтому я подчеркнул, что мне близок дзен-буддизм, это в дзен-буддизме важно действие, деяние, внешнее и внутреннее. Здесь очень важно синхронизироваться, потому что часто люди внешне что-то делают одно, а внутреннее иное, ну, скажем так, не по душе. Вот это надо посмотреть, что по душе, что у вас на душе, что действительно человек хочет, что он может, исходя из этого, синхронизировать с теми возможностями, которые есть вовне, найти точку приложения своим способностям. К этому подошла сейчас современно-западная бизнес-психология. Говорит, занимайтесь любимым делом. Ну, так это дзен-буддизм. Не надо слово там буддизм использовать или дзен. Надо с любовью. Правильно? Так Иисус Христос – это первый буддист, если по большому счету взять. Потому что он призывал, что с любовью к людям. Ну, и к любому делу, который… Это акцент. Любия, ну, буддизм, он чуть широко, там, коруна, понимаешь? То есть, коруна и матрия. Если обобщить это, так сказать, любящая доброта. Потому что у нас любовь часто, ну, или сексуальный акцент, акцент, может, там, любовь к яблоку, тоже люблю яблоки. То есть, здесь я имею в виду состояние любящей доброты в любом творении. А что такое любовь? Ну, каждый для себя должен ответить. Каждый должен ответить для себя. Что такое любовь? Ну, я соглашусь с ведическими концепциями, меня устраивает. Это сокращенное слово, которое люди богов ведающие, если дословно переводить. То есть, ведающее слово, знающие и идущие, вести, ведущие других. Или будущие проводников. То есть, любовь это, ну, пусть будем использовать слово бог, в широком контекстуальном смысле, то есть, независимо от конфессии, имел в виду, то есть, проведение этой божественной вибрации, которая способствует созданию нечто нового. И это мы на примере даже, ну, обычной мирской жизни можем. Два человека любят друг друга, они соединились, получается союз, получается красивые и приятные дети, да, то есть, творческие, которые дальше развиваются. То есть, все, что способствует некому союзу, соитию, неважно, внутренне, или тебя с миром, или твоих целей, целей бизнеса, или тебя и компании. Поэтому очень важно, в хорошей компании стараться, чтобы не просто был сотрудник, а чтобы был человек компании. Даже если он уйдет, это нормально. Но он будет человеком компании, он приведет потом клиента, он несет хороший имидж, все знают, что вот человек прошел вышкал в этой компании. Геннадий, вот нужна ли современному человеку духовность? Столько именно всевозможных отвлечений, гаджетов, развлечений. Зачем она вот современному человеку, молодому? Вот я сторонник практичности. То есть, практикой может быть все, чем бы человек ни занимался. Если он занимается это с любовью, с интересом, если это способствует развитию сознания и тела. Вот я бы подчеркнул. Не устарело ли это в современном времени? Вот. Если человек только сидит, так сказать, за гаджетом и не двигается тело, то этот гаджет несет вред. Даже если ему там интересно и с любовью. Вот. Поэтому, но если гаджет помогает, там, человек познакомился или по ходу выполняет. Суры читает, да? Суры читает. Ну, может, суры. Почему? Некоторые ставят себе, записали на видео, удобно, по книжкам трудно. На видео, как инструктор делает, там, Сурья Намаскар, к примеру. Традиционный комплекс, там, навстречу солнцу, арийский, да. И он смотрит и повторяет, гаджет ему только помогает. Ну, некоторым людям трудно уже зашорены так немножко мозги или никогда не тренировались, им трудно запомнить движение. Ну, удобно поставил и делаешь, вроде как делаешь в команде. Но на самом деле, даже через компьютер ты подключаешься быстрее к этому эгрегору, который существует, когда ты, ну, смотришь работу мастеров, скажем так. Энергетика даже через киноэкран, она очень сильно проходит. Это проверено, так сказать, экстрасенсорными способами в том числе. Поэтому в этом плане гаджеты, не гаджет сам по себе, плохо или хорош, то как его качество применения или какое программное оснащение мы туда заносим. Сам по себе человек, по большому счету, гаджет в каком-то смысле. У него есть определенные программы, установки, привычки. Не в привычках дело, насколько мы их грамотно и качественно используем. Не привычка должна руководить человеком, а человек привычкой. Он должен быть свободен. Если привычка руководить, то ты гаджет. Да, тупой. А если ты руководишь, то ты уже... Тогда тело – это инструмент. Тогда сознание ведет. И возвращаясь к вопросу духовного, вот это и есть духовность. То есть духовные приоритеты должны быть в первую очередь, но они отнюдь не отрицают тело. Тело точно так же должно рассматриваться, как это духовный инструмент. Ну, можно сказать, божественный инструмент. Храм Божий, в котором искра. Это всего лишь ирбические названия. Главное понимать методику, принцип. Первый материал, по которому я с вами познакомился заочно, был посвящен манипуляциям. Насколько это широко распространено в современное время? Нужно ли с этим бороться? Как это определить? И вообще опасно это? А может, наоборот, лучше управлять как-то массой? Потому что... Какое отношение у нас должно быть к этому? У вас очень хороший вопрос. С ним уже половину ответов надо. Все, что вы сказали, так и надо делать. Точнее, так оно и присутствует. Да, манипуляции, к сожалению, опасны. Почему? Они приводят к асинхронизации. То есть человек, его внутренние цели и устремления не совпадают с целями, те, которые ему навязываются извне. Но человек в силу нетренированности, скажем, психики или отсутствия знаний, попадая под это влияние, мягкое или жесткое, разной формы, начинает вестись кем-то. Часто нездоровый, часто в корыстных целях. Тогда, конечно, человек будет страдать. То есть по-простому часто болеть, умирать, допускать большое количество ошибок. Просто из-за психического воздействия? Да, просто из-за психического воздействия. В нейрофизиологии отметили факт, для ученых, кто серьезно занимается этим вопросом. То есть когда человек очень часто даже ему говорит ложь, на протяжении нескольких дней, потом поставить слесарем, закручивать гайки какие-то, у него количество ошибок где-то возрастает на 30-40-50%. То есть представьте, каждая вторая деталь бракована. Хотя он до этого все нормально закручивал. Может, это одна из причин у нашего занепа, да? Конечно. То, что нам постоянно именно там трусят такое по телевизору. Да, по телевизору и так далее. Несоответствие, то есть лживость. В тех же продуктах. Если колбаса, извините за слово, что мясо, то она должна быть колбасой тогда. Или тогда колбасный продукт. Хотя в Европе трудно было бы объяснить, что такое сырный продукт. Ну, такого нет. Поэтому ложь может быть через любой орган. Я почему-то о еде заговорил. Через любой орган входить. То есть вкус, запахи, слышание, видение. Конечно, очень большинство информации через глаза поступает. Ну, и через звуки основное. Ну, через прикосновения те же самые. У нас сейчас нехватка может быть прикосновений. Это же тоже ложные формы отношений потом выстраиваются. Когда там и там чуть-чуть с искривлениями люди воспитывались, воспитывались. А потом они стесняются. Они подавлены. Возникает... Вот эти манипуляции, в конечном итоге, многие искусственные извне, приносят скрытую подавленность. А энергия застой не переживает. Она рано или поздно будет искать все равно выхода. Ну, получаются срывы. Неважно, психические, политические, экономические и так далее. Это в любой стране, не только там в Украине и так далее. Просто люди, которые более грамотны, более качественно подготовлены, где ставка не на кумс в отбрат, там, в органы управления, а в первую очередь по квалификации. Ну, в первую очередь, да, возможно там лояльность. Но в первую очередь надо смотреть, есть ли компетенция у человека. Обладает ли он здравым смыслом и компетентен он. На любую должность надо назначать. Потому что по своей роду деятельности общаюсь с разами, судьи, есть и органы правопорядка, и медицина, и швеи. Ну, честно, мне хочется, чтобы у нас уровень профессионализма в любой сфере, ну, как бы возрос. Ну, не хватает нам. Мы коснулись в этом ответе правдивости. Насколько это важно вообще для внутреннего состояния умиротворенного? Ну, и вообще, даже для успеха. Кто-то мне скажет наоборот, как ты можешь быть успешным в бизнесе, если ты будешь говорить правду. То есть это как, ну, вещи для кого-то несовместимые. Ну, мне нравится, да, да, вот пословица «Искри и йоги» есть такое, что думай, что говоришь, говори, что думаешь, но не всегда говори все, что думаешь. Ну, естественно, потому что простота хуже воровства. Это у нас есть такая русская, так сказать, древнерусская поговорка. То есть, ну, надо видеть ситуацию. Полностью все выкладывать карты не надо. Давайте будем реалистами. Когда пришла налогопроверка, вдруг, да, вдруг, ну, вы же не будете прям все схемы свои выкладывать. Зачем? Ну, у вас должна быть четкая белая бухгалтерия, которая прозрачная, которая понятна, которая видна. На высоком, хорошем, профессиональном уровне все здесь нет, ну, вами или аудиторам, без разницы. А в отношениях между людьми, не только вот с государством? Ну, в отношениях между людьми то же самое. Должна быть зона территории, которая четкая, понятно, пространство говорено. И при этом у каждого должна быть возможность сесть в отдельном уголке, ну, грубо говоря, там, отдохнуть или побыть самим собой. Это очень важно. Люди не умеют или не обучены быть самим собой. Для сравнения, в боевых искусствах, если комплекс Будо мы возьмем, всегда есть момент, ну, пусть он в ритуал введен или еще, там, посидеть после тренировки чуть-чуть, ну, или до тренировки. И те, кто секцией занимаются с таким подходом, у них эффект обучаемости, опять же, на 20-30% выше при равных, средних, примерно, условиях контингента. Почему? Потому что человек, будучи сам собой, находя глубинно контакт с глубинным своим истинным Я, как говорят дзен-буддисты, он потом более восприимчив. Раз. Второе. У него структурируется пространство вокруг, он четче просто действует. Устраняются эти лишние ложные сигналы, потому что наше глубинное Я, эти манипуляции, возвращаясь к прошлому вопросу, повредить не могут. Но люди, те, которые не научились уходить вглубь себя, устанавливать с самим собой контакт. Да, да, да. Ну, или со своим эгрегором, назовем это, ангелом, хранителем, сейчас без разницы. Душой. Душою, да. Ну, совокупность, душа – это совокупность этих вот импульсов, назовем. Не буду сейчас даваться метафизику, там, душа – это, вот, действительно, это, ну, своего рода, как бы, сервер, который разные программы, ну, высшего порядка воспринимается. Там и ваши советники, и советы ваших родичей, ну, назовем там родовые программы, или родовой эгрегор, и божественный эгрегор есть, и помощники Бога, там, ангелы, там, назовем, или другие какие-то существа, они так или иначе там воздействуют. И в зависимости от того, как мы научились слышать себя, воспринимаются души прекрасные порывы, так мы в дальнейшем и себя вовне манифестируем, то есть ведем себя в повседневной жизни. Потому что самая трудная практика – это практика повседневности, а не сиденья где-то там под деревом. Это, да, тоже важно. Кому не хватает элемента аскетизма, понятно. Кому-то не хватает, вот, молодым людям армии. Ну, им надо пройти в вышку, потому что родители их, ну, разбаловали. Не знаю, что такое вовремя вставать и так далее, садиться, кушать там, ну, помыть полы, поухаживать за собой. Но кого-то родители нормально воспитывали, им психологически, если не берем там, ну, потребность страны, защиты там рубежей. Ну, им не надо армию проходить. У них, спасибо, родители уже воспитали, и так и бывает. Мы сейчас видим на примере тех же, извините, о ситуации. Некоторые добровольцы, будучи там просто кандидаты наук или историки, или еще так, пришли и там с нуля буквально там супер чудеса героизма. И вроде бы которых там гоняли и так далее, а некоторые военные, профессиональные, как экстремальная ситуация, не готовы. Почему они готовы? Не технически, не физически, бегать-то они умеют, психологически. Это всегда столкновение каких-то культур, психологии, чье дело действительно правое. Вот что очень важно понимать. Кто более искренен? Вот здесь вот момент поиска к душе, есть такая поговорка тоже ведическая. Только искренность, прямой путь к Богу. Но к бизнесу и бизнес-тренингах я адаптировал чуть по-другому. Искренность, прямой путь к сердцу клиента. Суть будет точно так же. Или к своему сердцу, или к божественному сердцу, или к божественному сердцу клиента. Без разницы. Вот важно быть правдивым и искренним. Ну, конечно, не излагать все концепции, потому что в бизнес-переговорах там человеку, может, и не надо знать, что у вас там все есть. Но вы должны с учетом его интереса быть максимально искренними, стараться узнать его потребность для чего, чтобы максимально полностью ее удовлетворить. Общаясь с вами перед интервью, я вот обнаружил у вас глубокие познания в медицине. Одно из направлений вашей деятельности – это целительство. Как вы к этому пришли? Я занимался некоторыми направлениями боевых искусств, скажем так. Ну, хотя, в принципе, мне даже, если еще глубже говнуть, это с детства было интересно. Потому что были там определенные болезни, там воспаление легких, к примеру, которые четыре воспаления легких пережил. Ну, может, спасибо экологии, там, не знаю, как-то так было. И понял, что и медицина, ну, лечила, лечила, уже так все и на грани было, и думаю, ну, вот все уже. А уже был такой подросток, где-то класс шестой, думаю, нет, надо как-то уже самому заняться собой, ну, вот. И тогда я впервые познакомился с некоторыми техниками шуалинциания, там, шуалинского дыхания и так далее. И когда я начал их практиковать, я увидел на собственном примере, что помогает. Ну, по ходу, кстати, йогу я тогда же начал как-то. Вот я начал искать систему, вот меня, так сказать, информационно мне подарили какой-то первый там в Советском Союзе буклетик по йоге. Я оттуда начал асаны изучать и параллельно изучал вот шуалинские техники там, ну, укрепление тела, назовем, костей и сухожилий. И это очень качественно резко помогло, дало такой, ну, резкий прирост, я бы сказал, даже силы и выносливости, что раньше я там бежал последним, буквально предпоследним после всех этих воспалений, перенесенных там, астматического характера. А тут вдруг я там третий прибегаю, там, в кроссе три километра, во. А в противогазе я вообще первый бегал на сбора, равных не было, ну, потому что там, опять же, это последствия этого, ну, скажем там, дыхательных техник. Вот, мне были интересны точки и так далее. Но потом, когда занимался более активно боевыми искусствами, естественно, получились некоторые травмы, получились травмы не только у меня других, то есть я пришел к некому внутреннему такому пониманию, что умеешь сломать, но как-то надо уметь и восстанавливать. Вот, и начал учиться восстанавливать, там, какие-то повреждения, массажные, там, и так далее. Ну, это оно пошло-пошло, оздоровительное питание, голодание, сыроедение, вегетарианство, то есть такие вот определенные пласты жизненные, чтобы пропуская через себя, пройти, ну, и проверить на себе, что помогает, каким людям, потому что, может, оно и помогает какому-то человеку, например, ну, вегетарианству. Ну, не все люди готовы, или по социальным условиям, или приводит к конфликту в семье. Ну, понимаете, не надо тогда наставить, чтобы человек был вегетарианцем. Ну, серьезно. Конечно, все индивидуально. Да, очень индивидуально. Пусть он ведет один вегетарианский день, за который семья его не будет принимать. Потому что если человек очень крайне займет какую-то позицию, у нас, к сожалению, к мнению индивидуальному не совсем люди привыкли там считаться, то будут конфликты в семье, будут стрессы, будут неврозы, ну, здоровье-то не особо поможет. Ну, если хотя бы день в неделю, это нормально. Может, потом два дня в неделю, там, по ситуации. То есть всегда надо смотреть по ситуации. Практика должна быть соразмерена, любая. Соразмерена, то есть надо измерять свои возможности, опять же, а не ставить сверх задачи сразу. Задачи мысленно можно, конечно, поставить, глобальную цель жизни. Но, двигаясь по пути, надо соизмерять. Свежий пример, если буквально минуту там. Приходит девушка, так и так, все, вот хочет подготовиться к вторым родам, и она решила, вот, вообще быть сыроедом. Ну, замечательно, вот она держится и так далее. Ну, естественно, кушать дома особо не готовить. Возникает вопрос, а что она решила быть сыроедом? Просто действительно готовиться или просто, что ей просто лень готовить мужу? Ну, может, там, немножко занять тяжелым физическим трудом. Он хочет все-таки как-то более плотной еды, хотя бы каши. Конечно, он может сварить, но приходит дома, ему там маленький салатик, морковка. Это хорошо, но мужчине недостаточно. Дальше. Девушка, лимфа не очищена, кишечник не очищен, извините за такие. Поджелудочная ослаблена. Такое претензионное занятие сыроедением, с позиции, есть такой интересный тоже целитель, Марва Аганян, может привести к онкологии поджелудочной железы в течение 2-3 лет. Ну, смысл от такого сыроедения. Кальция у нее не хватает, там проблемы с поступлением йода. То есть нужно как-то даже компенсировать, тогда микроэлементы должны поступать. Плюс она решила, что сыроедения это мало, давайте я теперь еще и голоданием займусь. Теперь и на голодание. Высыхает. Конституция, ну, организм здоровый, он должен быть сочным. Когда человек сохнет, ну, это приводит к дисбалансу языком Айрведы дож. Да. Вата дож, и он быстро стареет. Например, Айрведы утверждают, что старость – это сухость. Да, старость – это сухость. Это мы в природе видим. Дерево сухая, ветка она ниже. Маленькая, пусть и тоненькая, но сочная. Попробуй ее там сломать, к примеру. Все, плюс перегрузка нервной системы и возникает на позиции психиатрии, если так. То шицефрения часто, это тоже крайний дисбаланс ватадоши, по сути. Ну, человек вот так вот как бы себе возомнил и замечательно. Не имеет там ни наставки. Хоть бы проконсультироваться с каким-то специалистом хорошим, более детально. Прочитал бы, ладно, пять книг по Айрведе, хотя пять. Пусть три. Ну, полноценно законспектировал, продумал бы. Так вот люди часто надумали и поехали. Это тоже манипуляция, возвращаясь к вопросу. Потому что есть как бы внешний, но под внешним часто возникают вторичные. Вот как есть в Айрведе вкус и послевкусие. Ну, любого продукта, так сказать. Что мы съели, одно дело, как оно вкусно, а как оно потом отзовется у нас в организме. Входящее и выходящее, говоря языком системного анализа. Вот. То у человека возникает вторичная ауто-манипуляция самостоятельно. Потому что под влиянием к каким-то внешним факторам. Где-то услышано в интернете, или у кого-то проголодал, или кто-то там был сыроед, и ему классно помогло. Но это помогло конкретному человеку. Конкретной конституции, конкретного сложения, конкретных жизненных условий. Почему человек считает, что вот тупо взяв этот слепок, то же самое у него сработает. Это неправильный подход. Ну, такой популизм. А вы даете рекомендации тем людям, которых вы консультируете по бизнесу, вот, медицинские какие-то наставления? Ну, конечно. Потому что крепость любой бизнеса, фирмы или коллектива зависит как от отношений внутри коллектива, так и внутреннего психического состояния. Ну, конкретно физического состояния здоровья человека. Более того, мы даже даем рекомендации, может, кому-то пройти курс ножевого боя, там. Почему? Что экстрим, чтобы у него адреналин, чтобы он, ну, чуйка сразу пробуждается, там, предвидеть надо, предвидеть движение. Нож уже не ловится, когда он вылетит здесь, поверьте. Все спецназовцы в лучшем, там, экстраопытом и так далее отзываются, что из 10 случаев 8 пропускается. Так это люди всю жизнь, там, грубо говоря, там, 40 лет занимаются, и это их основной вид деятельности. То есть работа против таких ножей, для нас, для бизнеса, естественно, мы не того, что человек станет, там, супер-пупер, там, специалистом по ножевому бою. Он научится предвосхищать, пусть в медленном режиме. Кому-то у девушек мы давали, там, скажем, бокс или удары ногами надо поставить. Почему? Что-то бизнес связан, там, ну, есть, называется, психосоматика, если мы возьмем. То есть быстро бегать или бизнес связан с перемещением, нужно быть крепкие ноги. Четко держать в руках, должны быть крепкие руки. Мы видим, что у человека, допустим, в бизнесе что-то вываливается, ну, из рук, или выпускает ситуацию из рук. Отжимания. Все, ну, все просто. Отжимания, ну, хорошо, есть плечевой пояс или, опять же, проблемы психические, уже, как возвращаясь к массажу, они имеют проекции, зоны проекции на тело, ну, и даже на лице. Есть так называемые зоны Захарьева Геда. То есть, ну, и такой есть целитель российских гулов, у него целая ассоциация народных целителей тоже, которые лекции дают определенные. Я могу, не обязательно я, может быть, даю, может, ну, скажут, вот, прямо уж семи пядей во лбу, авторитет во всех знаниях, там, или областях, поэтому могу рекомендовать. Это даже хорошо, человек посмотрит другого, третьего специалиста, проверит на себе, посмотрит, работает. Поэтому, конечно, есть рекомендации и по движению, и по питанию, может быть, там, огонька не хватает, или очистить надо. Вот бизнес надо очистить. Очисти вначале себя, включи куркуму в питание. Чаек, там, к примеру, там, лимон, там, добавь, более активно. Потому что внутреннее очищение, суть в чем? Внутреннее очищение, что внутри, то есть снаружи, говорили, там, китайцы, да. Ну, и индусы, кстати, то же самое. Вот. Поэтому внутреннее очищение приводит к лучшему слышанию вибраций. Тогда человек более лучше видит клиента, своих подопечных. Они по-настоящему там стараются, но не получается. Нужно чисто менеджерское что-то изменить, или маркетинге. Или человек просто говорит, что у него не получается, а он, на самом деле, просто недобросовестно работает. Что бы вы пожелали нашим зрителям, которые, может, уже подошли к тому этапу, что в жизни надо что-то менять? Что нужны какие-то трансформации для того, чтобы просто как приобрести какую-то целостность, найти счастье? Вот, ну, с чего начать? Я уже говорил, но повторюсь, что всегда ставить вопрос, кто я и куда я иду. Ну, или хотя бы кто я, где я, куда я двигаюсь. То есть вопрос цели. Второе я бы посоветовал, все-таки найти хороших консультантов. Консультант не всегда человек умнее вас, может быть, но обладает методиками, которые позволят причесать вам собственный ум. Ну, или мозги, только структурировать, он поможет, как спарринг-партнер. Ну, возьмем пример того же Кличко. Наверняка спарринг-партнеры не обладают, ну, тем же уровнем регалий, там, силы, которыми он там в боксе. Но они помогают же ему стать лучше. Да, помогают. Ну, так примерно и тренер. Тренер или консультант. Третий момент. Нужно идти к первоистокам и к философскому осмыслению жизни. Если мы посмотрим выдающиеся, там, ну, называемые, там, капиталисты, в хорошем смысле слова, очень богатые люди, по-настоящему, которые, почему я применил слово капитал, те, которые накопили, создали, не рвали в силу какой-то ситуации. Не тупо ворованные, хотя там тоже, там побеждает просто авантюризм. Но авантюризм, он полезен, но для долгосрочного бизнеса не он ведущий. Ведущим будет являться умение выстроить систему. То все, которые выстраивали систему, они все приходили и в своих книгах потом описывали. Тот же Форд, к примеру, мы посмотрим, там, Лия Кок и так далее. Некие философские принципы бизнеса. И когда мы посмотрим, там, они дают 5, 7, 10 простых, 3 совета, вот, ну, простых, казалось бы, но они такие философские, применяя которых мы в бизнесе, в повседневной жизни человек сможет достичь успеха. То есть они делятся своим опытом. Но этот опыт все равно является философским обобщением. Поэтому я рекомендую читать хоть какие-то философские книги. Пусть там Лев Толстой, мудрые мысли на каждый день. Вот для такого нейтрального, не конфессионального. Или вот мне нравится, я часто рекомендую тоже, Энтони Димелло. У него есть книги, где у него притчи разных народов, там, собраны и еврейские, и индийские, и современные просто. Ну, такие где-то анекдотические ситуации, но которые позволяют человеку, ну, немножко по-другому взглянуть на мир, на культуру. То есть сформируют такое объемное видение. Потому что бизнес – это всегда объем. Надо не циклиться на каких-то мелких, сиюминутных интересах. Они тоже должны быть. Но надо смотреть чуть-чуть дальше. Возвращаясь к тому, что к тренерам, которые говорят, ну, мы с мегавеличией. Да, цели надо ставить большие. Я тоже так на тренинге говорю. Цель – это вот, которую вы хотите достичь. Ну, результат, точнее. Это ладонь. Но это как в ударе. Если вы только руку движете, то она здесь и остановится. Цель должна быть здесь. Тогда, двигаясь к цели, вы достигнете каких-то результатов. Ну, в данном случае удар, так сказать, снесет ладонь. Вот. Поэтому, кто я? Хорошие консультанты, учителя, наставники. Они могут быть узкоспециализированы. По юрведе, по фитнесу, к примеру. По бухгалтерии, по маркетингу. Вопросов нет. Всегда есть кто-то. Дальше. Философские тексты. Притчевые. Я рекомендую все-таки притчевые. Потому что они немножко аллегоричные. Они образные. И они обходят вот эту очень жесткую интеллектуальную прослойку. Особенно, если человек что-то достиг. И какой-то, может быть, защиту. Защита. Мы устали от того, что у нас постоянно кто-то что-то нам правит мозги. А здесь притча побуждает, что ты сам себе вправь. Тем более, ваше глубинное подсознание само знает, где там что-то не так. Ни один психоаналитик часто не доберется. Поэтому в дзен-буддизме говорили, что учитель не показывает просветление. Это палец, показывающий направление, где луна. А луну ты сам должен поворотить голову и искать. Луна как символ просветления, некого озарения или просвещенности. Или результаты, если говорить на бизнес-язык. То есть за нас в Царстве Божьем нашими ножками самим надо двигаться. Нас не Иисус Христос, не Будда, не Кришна, за уши никто не вытянет. Они руку-то протянули, но мы должны сами поднять голову, увидеть, куда нам дальше двигаться. То есть вопрос целей всегда стоит. Из технических таких моментов я использую, всегда рекомендую и дерево целей нарисовать. И потом мы обсуждаем со своими, с теми клиентами, которых я веду, или с теми людьми, или организациями. Есть цели для себя, индивидуальное дерево целей, есть для организации. Это древняя поговорка тех же многих из спецназовских техник, я немножко знаком. Именно подготовки психофизической. Что есть проблема, не можешь ее, говорится, осознать или найти вариант и нарисуй ее. То есть займись рисованием. Супер. Да, я как тренер добавляю, займись рисованием с двух рук, чтобы у нас левая и правая полушария включились. Тогда мы объемно включаем свою психофизику, мы объемно сможем увидеть эту проблему и найти максимально объемное решение. Под конкретную ситуацию, приемлемо для вас. Какие бы бизнес-гуру ни были, все равно у них свои правовые, свои условия, любое решение надо увидеть. Может оно один в один сработает, но часто надо чуть-чуть подрихтовать, чуть-чуть адаптировать конкретную ситуацию конкретному человеку. Ну, собственно, как и законы Юрведы. Да, есть базовые принципы, но надо все равно каждого конкретного человека смотреть. Более там еще с сезонами года связан, с периодами времени, с сезонами, так сказать, внешним окружением тоже. Спасибо. Ну, сегодня у нас в гостях был человек широких познаний, мудрец, современный украинский мудрец, я это без преувеличения скажу, Геннадий Дюжок. Спасибо за интересную передачу.